добрый день дорогие друзья всем добрый день и мы продолжаем изучать тору на платформе воикра платформа воикра как раз это место где встречаются те которые хотят учить тору те кто хотят преподавать тору и всевышний который взывает с помощью торы каждому из нас и дает каждому из нас в тот момент когда нам это надо конкретные подсказочки и конкретные конкретные дает нам вообще все что нужно для роста духовного эмоционального физического наталья из малибу или уже уехали из малибу все же просто шалом вот наталья у нас и маргулис живет в малибу представляете или это вы просто там были в гостях малибу все всем шалом значит и сегодня у нас в книге сегодня 23 сивана 22 июня самый длинный день в году самый длинный день в году и так мы изучаем а йом йом и сегодня наверное самый длинный отрывок я вам скажу честно так совпало может быть что именно сегодня очень длинный отрывочек книги а йом йом значит начинается он с того что в году издания книги а йом йом когда ее издали этот день 23 сивана он пришелся на шаббат а интересно что он в том году например мог вообще не совпадать 22 июня то есть лунные дни и солнечные дни вообще они могут расходиться очень сильно но сейчас в этом году идут рядом там 23 сивана 22 июня а могут они расходиться ну до месяца между ними может быть расхождение и вот значит чтобы было рифа шлема всем кто нашим близким всем кто учится всем всем хорошим добрым людям чтобы было рифа шлема не значит а книги говорится так в тогда это была суббота когда благословляли месяц тамуз есть в служении всевышнему есть такое такое понятие рож ходыш начало место это когда появляется как бы рождается новая луна и это новый месяц новый лунный месяц теперь суббота перед вот этим вот рождением луны благословляют этот новый месяц то есть во время молитвы есть специальный кусочек такой когда все встают берут тору и значит благословляют чтобы этот месяц был месяцем хорошим, да, все благословляют. Теперь хаббатники, хаббатники, вот то, что мы изучаем сейчас в книге движения хаббат, они добавляют к этому дню, к этой субботе, когда благословляют месяц, они прочитывают обязательно всю книгу псалмов полностью, то есть они приходят в синагогу где-то часов в 6 утра, некоторые говорят, что шаббат день отдыха, ну вот посмотрите, как его проводят такие люди, которые служат Всевышнему по-настоящему, они приходят в 6 утра, садятся и прочитывают всю книгу, 150 псалмов, каждый шаббат перед Рушходышем, когда благословляют, они прочитывают полностью книгу псалмов, вот тут написано, рано утром произносят всю книгу Таилим, псалмы, и в течение дня они после этого устраивают фарбриндин, обязательно устраивают фарбриндин, это, как мы уже знаем, хасидское застолье, когда берут, делают лыхаем, чуть-чуть выпивают, что-то кушают вкусное, и говорят о Всевышнем, рассказывают свои какие-то, берут на себя обязательства хорошие, то есть пробуждаются совместно такой вот радостной трапезой к служению Всевышнего. Однажды, продолжает книга Йом-Йом, на Ехидус, Ехидус мы знаем, что это такое, это когда Рэбе встречался с хасидом и соединялись на самой верхней части души, и Рэбе ему говорил какие-то вещи, которые специально ему показывал, вот твое служение, тебе надо сделать акцент на этом. И вот однажды на этом Ехидусе, зимой, 1874 года, Рэбе Маараш, это был какой Рэбе у нас, Маараш, четвертый любачский Рэбе, своему сыну Рэбе Шалом-Дов-Беру, будущему пятому Рэбе Хаббада, он сказал следующую вещь, тут нужно понимать, что, представляете, разговаривает Рэбе с будущим Рэбе, то есть они, как бы, это два, они на высочайшем уровне, и из их разговора понятно, на каком они высочайшем уровне, смотрите, как интересно. Ему говорит Рэбе, который старше, который сейчас Рэбе, говорит своему сыну, который будет, когда-нибудь Рэбе, он ему говорит, злое начало в человеке называют животной душой, мы знаем все, что если у человека нефеш-бээмид, это животная душа, нефеш, да, это то, что его инстинкты, его вот физическое тело, желание размножаться, это все называется животная душа, злое начало, или животная душа, но он ему говорит своему сыну, а сын у него такой святой, будущий Рэбе, он вообще святой, он ему говорит, но это не из-за того его называют, что оно ведет себя как грубое животное, оно не обязательно ведет себя как грубое животное, вот эта животная душа, порой оно ведет себя как лис, как лисица, самый хитрый из всех зверей, и нужна великая мудрость, чтобы распознать его уловки, а порой он ему говорит, смотри сынок, а он, его сын был вообще святой, он ему говорит, а порой злое начало может облачиться в одежды праведника, непорочного и скромного, обладающего самыми высокими душевными качествами, животная душа проявляется в каждом, соответственно, его сущности, то есть у каждого есть его сущность, и у каждого есть вот это вот влияние, которое называется злое начало или животная душа, значит, есть злое начало, которое внезапно пробуждает человеку сильную, а, и он ему продолжает, ему говорит своему сыну, то есть у нас, как обычно у простого человека проявляется животное начало, набухаться, нажраться, там, что-нибудь такое сделать, на кого-то там наехать, то есть, ну, такое по-настоящему грубое животное начало проявляется у большинства людей именно через инстинкты, а он ему, своему сыну говорит, ну, понятное дело, что у тебя такого нет, потому что он с нулевого возраста учил Тору, там, был в окружении только праведников, но он ему говорит, а вот твое, говорит, животное начало, животная душа, проявляется, оно может внезапно пробудить в человеке сильную тягу к изучению хасидизма, или к глубокому обдумыванию какого-либо вопроса, возникшего во время изучения Торы, а на самом деле, все это не что иное, как уловки животной души, направленные на то, чтобы отвлечь человека от сосредоточенной молитвы или чего-то подобного. Сделай своим главным правилом, и всегда помни, если что-то ведет к практическому служению Всевышнему, то все, что этому мешает, даже если помеха очень высокая вещь, которая окажется сейчас более важной, это не что иное, как простие животной души. В заключении Рэбе Шалом Довбер сказал, сын сказал, тот, кому это было сказано, он говорит, до сих пор я не знал о существовании религиозной животной души, не говоря уже о хасидской животной душе. То есть хасид это тот, кто служит больше, чем надо. То есть это, понимаете, как интересно, что у каждого человека есть его внутреннее препятствие к служению Всевышнему, и оно, вот это вот внутреннее, внутреннее препятствие к служению Всевышнему называется злое начало и животная душа. То есть это одно и то же. Нефеш – это ецарара. Да, вот правильно, Люсине Никаян, она правильно поняла, что нефеш – это есть ецарара, злое начало и животная душа. Это все нефеш. То есть нефеш – это животная душа и злое начало. Это все равноценные слова. Теперь, но что нам сейчас добавила книга о Йом-Йом? Что если, как бы человек не побеждал свое злое начало, оно настолько превращается в хитрого такого противника, что он находит, как человека увести от Всевышнего, даже используя служение Всевышнему. Например, вот обычный человек, которым полностью до этого руководило его животное начало, как-то утром он проснулся и говорит, надо помолиться Всевышнему, надо, надо. Животное начало ему говорит, спи, спи вообще, отдыхай, отдыхай, лежи вообще, не вставай, ты что, куда, к какому Всевышнему, лежи. Он такой, да, да, считай вообще, правильно, надо еще поспать, оп, и заснул. Это у обычного человека. Теперь он победил злое начало и все, вскативает с восходом солнца и идет молиться Ватитин. И тут, Ватитин это с первым лучом солнца, но тут как-то он вскативает, идет молиться Ватитин, и тут его вдруг как накрывает, он думает, а вот, вот Маасе Меркова, например, да, это колесница мироздания. Как она работает? Вот как она устроена? Да, сяду сейчас, посижу, подумаю о высотих вещах, надо мне срочно книгу какую-то, да, где про это рассказывается. А ты же на молитву шел. Не, ну это же мне надо понять, как я могу молиться, пока я не понял. Оп. Так говорит Рэбе, это тоже злое начало, только оно уже через книгу его с молитвы забрало. То есть он дает нам такой принцип, все, что мешает тебе служению Всевышнему, практическому служению, это и есть прости твоего злого начала. У обычных людей оно их просто уводит к телевизору, там, к каким-то развлечениям, к алкоголю, и все, победила. Есть очень интересное такое сравнение, что когда человек умирает, ему показывают вот этого его врага злое начало и показывают. Так люди, которые проиграли этому зловому началу, они видят его, знаете, какое оно ему этот, оно как тоненький волос. То есть его победил волосок, потому что он все время сдавался, 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 и уже это злое начало, оно просто из него вот так вот, ну, веревки вьет. То есть его уложить в кровать, там, или чтобы он ничего не делал, вообще это элементарная задача. Теперь, а праведник как видит злое начало, он же всю жизнь побеждал злое начало, он его видит как огромную гору вообще, которая просто машина такая. И он видит, какую машину он победил за свою жизнь, да? То есть это как, возьмем простой пример физически. Человек слабак такой, он подходит к турничку такой, один раз подтянулся и все, не, не могу, не могу, сил нет, он к нему больше не подходит. Человек, который преодолевает себя, у него есть сила воли, он подошел, один раз подтянулся, не могу, могу, второй раз подтянулся. На следующий день подошел, два раза уже подтянулся. Третий раз ему внутри не могу, он могу, жих, подтянулся, подтянулся, подтянулся. Прошло пару месяцев, он уже 25-30 раз может подниматься. А слабак он как не мог, так он и не может до сих пор. То есть, но это он не слабак физически, они физически абсолютно одинаковые. И тот, кто не может подтянуться, он может быть в потенциале олимпийским чемпионом. Но он эмоционально слабак, он проиграл вот этому своему злому началу. Понятно, да, как это работает? Все, теперь двигаемся дальше. Обретение неба на земле, сегодня наоборот, коротенький отрывочек такой. Значит, он звучит так. Все мы пленники, но мы сидим на ключах. То есть, мы пленники, но у нас есть ключ, чтобы вырваться из плена. Знаете, как бывает такой пленник, он как слоны, слоны в Таиланде. Их как воспитывали? Пока маленький слон, он привязан за веревочку, он от колышка не может оторваться. А потом, когда он вырос, он может уже дерево вырвать. А он привык, что он возле колышка не мог оторваться, он и не пытается больше. Так вот, он говорит, все мы пленники, но мы сидим на ключах. У нас есть ключ, слоник может оторваться. Ограниченность, наша камера, вселенная, наша тюрьма, наш тюремчик, акт бытия. Это перевод с английского, может там вообще другое написано, но пока звучит так на русском. Ключи к освобождению крепко зажаты в кулаках наших собственных эго. Значит, перевожу на простой русский язык. Значит, человек живет в плену своих представлений о себе, о мире, о своих возможностях, о том, как вообще, кто он. Все это находится в историях своего эго. То есть, мы все рассказываем себе истории о себе, о мире, о Боге. Кто-то говорит, Бога нет, это история. Кто-то говорит, Бог есть, это история. Кто-то говорит, Бог такой, это история. Кто-то говорит, Бог другой, это история. То есть, человек находится в плену своих историй о себе, о мире. Одного спроси, ты в каком мире живешь? Он говорит, я живу, земля плоская, стоит на черепахах. А черепахи на чем? Черепахи до самого низа. Все, вот он, значит, ограничен в такой модели мира. Второго спроси, а ты в каком мире живешь? Он говорит, я живу на круглой земле. Молодец. А земля, а все вращается вокруг земли. Интересный мир. Третьего спрашиваешь, а ты где живешь? Я живу во вселенной. А какая вселенная? Расширяющаяся. А куда она расширяется? Не знаю. А кто ее создал? Никто, сама возникла. Вот, он живет в плену такого представления о вселенной. А третьего ты спрашиваешь, а ты в каком мире живешь? Он говорит, а я живу в мире безграничном, который создал Всевышний. А Всевышний какой? Тоже безграничный. А какой, значит, а зачем он его создал? Для добра. То есть, каждый живет в своем мире. И в каком бы мире ты ни жил, ключ всегда, ключ освобождения и расширения границ, он всегда у тебя. То есть, как только ты понимаешь, что вот это эго, эти все истории, это не более, чем истории, сразу же ключ, а он у тебя в руках, и ты можешь эти истории потом... То есть, понимая, что это все истории, ты, значит, живешь в свободном мире, в котором ключ от изменения и расширения пространства, восприятия и так далее находится у кого? У тебя. Это вот то, что он хотел сказать, что все мы плените, но мы сидим на ключах. Очень красивая, глубокая идея. Теперь отрывок сегодняшний. Помните, я вам вчера говорил, что я узнаю, как они могли восстать против Моше после того, как он им показал явно. То есть, давайте, краткое предисловие главы Корах. Значит, после того, как Бог сказал еврейскому народу на 40 лет вернуться в пустыню, значит, это был грех разведчиков. Все, вернулись в пустыню, и тут выходит Корах, двоюродный брат Машера Бейну, и говорит, а что такая несправедливость, говорит? Почему ты назначил своего родного брата Аарона первосвященником? Почему ты назначил колено левитов отдельно от всех остальных? Почему ты вообще выделяешь? Все, что ты говоришь, ты от себя говоришь. Это не от Бога. Значит, и мы все святые, мы все проходили через море. Бог нам открылся, дал нам Тору. Мы все святые, так сказал Корах. Такой демократ, демократ, значит, либерал. Машера Бейну ему говорит, Корах, отдумайся, я все делаю то, что Бог мне сказал. Корах говорит, нет, пошел против него, настроил народ. И меня очень удивляет, что народ все время велся на это. Почему народ верил обману и не верил правде? Как это было грех разведчиков, когда они не захотели заходить в землю Израиля. Хотя Машера Бейну, Аарон, Юшуа Бенун и Калев говорили, мы зайдем и победим, они не верили. Почему же, а верили тем разведчикам 10, которые говорили злоязычие и сплетни на землю Израиля и говорили, что мы не зайдем. Почему сейчас, когда Корах пошел и начал поднимать народ на восстание, почему народ поверил и поднялся? Значит, 250 человек, которые пришли с Корахом, представители такие, они были знатные люди. Они говорят, мы хотим быть священниками. Машера Бейну говорит Всевышнему, Всевышний, это говорит вообще, как это так? Я для них, я спас их от смерти, потому что ты хотел их уже уничтожить и после золотого тельца, и после греха разведчиков. Я их все время все для них делал, да? А от них такая идет неблагодарность. От них идет такое, почему, говорит, Всевышний, давай их уничтожим. Машера Бейну говорит, нет, не может быть, чтобы из-за нескольких злодеев все ведомые, вот ведущие эти. Машер говорит тогда Богу, давай уже сделай такое доказательство, что я от тебя говорю, чтобы не было сомнений. Выходит Машера Бейну и говорит, хорошо, значит, завтра мы проверим. Вот эти 250 человек выходят с воскурениями, с совочками, с воскурениями, и Арон выходит с воскурением. Чью жертву Бог возьмет, значит, того он и выбрал. И второе говорит, если я не от Бога говорил, тогда, нет, вернее, не так он сказал. Он сказал, что если те, кто на меня восстают, что я не от Бога говорил, обманывал, умрут обычной смертью, значит, я не от Бога говорил. Но если они умрут такой смертью, которой до этого никогда не было, и которая невозможна, значит, это будет доказательством, что я от Бога. Значит, так он им сказал, всему народу. Выходят эти 250 с совочками, выходит Арон со своим совочком, на нем лежат воскурения, такая какая-то смесь специальная. Стоят эти все зачинщики, которые главные против него, Корах, вот эта вся история, Датана Аверам, там есть прям пофамильно, кто стоял. И Моше говорит вот эту фразу, Всевышний, если я обманывал, если я не от тебя говорил, а от себя, тогда, значит, возьми их жертвоприношение, пусть они будут священниками. Но если я говорил только то, что от тебя, тогда пусть они умрут необычной смертью. И тут открывается земля. Здесь я вчера как раз нашел объяснение, что здесь было удивительного. Открылся рот земли, это был как рот животного. И этот рот, он не в одном месте земля открылась, а этот рот тут проглотил шатер. Через тысячу метров, две тысячи шагов был другой шатер, он его проглотил. И рот начал глотать тех зачинщиков, которые были против Моше Робейну. И прям, это был как живой рот такой земли. И он их прям глотал. Представляете, картина. Все начали убегать. Теперь эти 250 стоят с совочками, с неба опускается огонь, они сгорают полностью, остаются только от них совочки. Моше Робейну говорит, ну что говорит, теперь вам понятно? Народ говорит, понятно, давайте убьем Моше Робейну и Аарона. И опять начинают на них восставать. Вот это мне было непонятно вообще, мне было непонятно. И так и осталось непонятным. Я искал комментарии, есть пару комментариев, объяснений, но так и осталось непонятным. И вот мы дошли сегодня, что написано в Торе, давайте почитаем. Написано так. И говорил Бог, говорил Бог к Моше обращаясь, значит, отойдите от этой общины, отойдите от них, я истреблю их мгновенно. И тут опять Моше и Аарон падают на лица и говорят, не надо их истреблять, они хорошие, прости их. Представляете, какое было само пожертвование. И сказал Моше Аарону, срочно возьми свою вот эту вот совочек с этими воскурениями, положи на нее огонь жертвенника, положи воскурение и неси скорее к общине и скупи их, ибо вышел гнев от Бога, начался мор, началась эпидемия. Моше Рабейну пророк был, который всегда был в пророчестве. И он говорит, смотри, пошел ангел смерти уничтожать народ Израиля. Говорит Аарону, беди с этим совочком с воскурениями и стань между народом Израиля и этим ангелом смерти. И взял Аарон, как говорил Моше, значит, начался мор, он стал между ангелом и народом, и началось вот это вот воскурение, и ангел остановился, значит, и было воюам и Тимба Магефа, но успело умереть от эпидемии, значит, 14 700 человек, кроме умерших по вине Кораха, кроме тех 250 человек. И возвратился Аарон Машек в ходу в шатер собрания, а вот это вот Магефа, эпидемия прекратилась. Я вот сейчас шел в синагоги с молитвы утренней и встретил одного раввина, такой очень есть раввин каббалист такой вообще, вот живет у нас на районе, очень такой, ну вот, знаете, есть такие люди святые, вот видно по нему, он прям идет, сияет. Я ему подхожу, его Мошет тоже зовут, я говорю, Рав Мошет, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос, почему они, даже после того, как Маше Рабейну говорит Всевышнему, покажи такой знак, чтобы они уже поняли окончательно, что я только от тебя говорю, покажи знак, чтобы они умерли вот этой вот страшной, ну такой непонятной смертью, когда род земли их глотал, представьте спецэффект такой, род земли их глотает. И они до этого моря переходили, видели Всевышнего, дарование Торы видели Всевышнего, что они еще постоянно восстают против Маше? Я говорю, мне непонятно. А он мне говорит такую вещь, они просто не могли жить рядом с ним в его присутствии, потому что им было все время страшно, то есть он был, ну то есть это был очень, знаете как, когда приближаясь, то есть вокруг Маше Рабейну все время те, кто против него восставали, мор, эпидемия и так далее, и они все равно думали, что именно потому, что Маше Рабейну такой, ну там как страшный, можно сказать, страшный, он так выразился, в общем он говорит, почему я боюсь приближаться к Рэбе, да, и он сказал, я не хасид, он сказал, я не настоящий хасид. Хасиды они ищут все время близости к Рэбе, он говорит, а я боюсь приближаться, потому что чем ближе ты приближаешься к святости, тем страшнее. И Маше Рабейну, он был воплощением вот этой святости, и вокруг него постоянно Всевышний, вот мы говорим, Всевышний добрый, он добрый, Всевышний любовь, он любовь, он дает всему миру жизнь, да, он дает всему миру жизнь, но Всевышний также, он и страшный, он, в нем есть Агибор Анора, он страшный, так мы и говорим, то есть и главное качество Ира Ташем, страх перед Богом. И когда мы об этом забываем, то знаете как, когда ребенок, он забывает, что опасно засовывать пальчик в розетку, то есть его любят, его балуют, ему все дают, то этот ребенок может попасть в очень опасные ситуации, поэтому нужно всегда помнить, что Бога нужно любить и бояться, и бояться. И они очень боялись Маше Рабейну, они хотели быть от него подальше, так он мне объяснил. Но тоже это не очень сильное объяснение, то есть я не могу понять, почему они так на него восставали, что это за качество у человека, которое постоянно его ведет в сторону от святости, от добра, то есть почему все-таки вот есть это в людях, в нас, в каждом из нас. Наверное, потому что Всевышний так изначально сделал, то есть он нам дал злое начало, чтобы нам было чем заниматься в течение всей жизни и его побеждать. И я желаю каждому из нас, чтобы мы победили свое злое начало, поднялись на более высокий духовный уровень, чтобы все те, кто нуждаются в выздоровлении, выздоровели, чтобы те, кто нуждаются в благополучии, были благополучны. И чтобы мы разобрались точно, где вот эта граница, где вот эти вот правильные шаги. Вот я сегодня шел тоже, думал, вот благополучие, да? Ну, хочется всегда больше, больше и больше. И тут я вспоминаю, что Тора нам говорит. А Тора говорит нам, что Шлома Мелак просил три вещи всегда у Бога. Он просил, что шавы два арказав архек мемене, пустой лживый отдали от меня, чтобы я не обманывался обманами этого мира. Раш вошар альти тенли, бедность и богатство не давай мне. И трефене лэхэм хути, накорми меня законным хлебом. Это то, что человеку нужно. Установить вот эту границу, чтобы хватало ему на его нужды. И после этого заниматься своим духовным ростом, выполнением заповедей, служением Всевышнему. Все, что мешает тебе служить Всевышнему, практически, это все злое начало и ецарара. Сегодня вот как раз это главный вывод из сегодняшнего урока. Все, всем удачи, успехов и хорошего дня. И чтобы Всевышний, давайте вот такое вам дам благословение, чтобы Бог и малэ коль миши лот ли бэха литова тэха, чтобы Бог выполнил все ваши молитвы для вашего добра. Есть такое вот очень хорошее благословение, чтобы вы молились и Бог выполнил ваши молитвы для вашего добра, чтобы вы просили то, что вам будет хорошо. Все, можете, кстати, добавлять всегда к моей молитве, что я тебя прошу дай мне это, это, это для моего добра и добавляйте, чтобы я еще мог делать больше служить Всевышнему. Это тоже очень важно. Все, всем счастливо, пока.